Добрый день, уважаемые зрители канала. Сегодня мы начинаем изучение методов искусственного интеллекта. И сегодня первая вводная лекция. В рамках этой лекции мы с вами обсудим основные тенденции развития искусственного интеллекта, что это за методы, для чего и в каких сферах человеческой деятельности они применяются. Искусственный интеллект или по-английски Artificial Intelligence – область информатики, в рамках которой разрабатываются компьютерные программы для выполнения задач, способных имитировать человеческий разум, то есть обнаруживать смысл, обобщать, делать выводы, выявлять взаимосвязи и обучаться с учетом накопленного опыта. Термин «искусственный интеллект» в 1956 году впервые ввел американский ученый Джон Маккарти на международной конференции в Дартмонском университете. Вот фотография Джона Маккарти. Если резюмировать это, то под искусственным интеллектом мы понимаем в первую очередь программные продукты, которые имитируют человеческий разум. С философской точки зрения вопрос о природе и статусе человеческого интеллекта не решен. Остается открытым вопрос также о критерии достижения компьютерами разумности, хотя существуют некоторые подходы, которые служат в качестве критерия разумности вычислительных машин. К ним можно отнести тесты Тьюринга или гипотезу Ньюэла Саймона. Всем нам небезызвестный британский ученый Аллан Тьюринг в свое время предложил некоторый тест, который проверяет так называемую разумность или интеллект вычислительной машины. Эмпирический тест был предложен Алланом Тьюрингом в статье «Вычислительные машины и разум», которая была опубликована в 1950 году в философском журнале «Майнд». Целью данного теста является определение возможностей искусственного мышления близкого человеческому у машины. Тест заключается в следующем. Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает, с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы – ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор. То есть получается следующая ситуация. У нас имеется человек, как мы сказали, и одновременно с ним вступает в диалог компьютер и еще один человек. В процессе общения, если компьютер оказался настолько искусным, что ввел человека в заблуждение о том, что с ним разговаривает не машина, то есть не программа, а человек, то в соответствии с тестом Тьюринга мы можем заключить, что данная программа в достаточно высокой степени обладает свойствами, которые присущи человеческому интеллекту. В настоящее время искусственный интеллект никого не пытается заменить, в том смысле, с которым связывали бы его ранее. Цель его применения – расширение и дополнение человеческих возможностей. Бурное развитие методов искусственного интеллекта стало возможным лишь относительно недавно, то есть это где-то 10-15 лет назад. Этому способствовало несколько факторов. Давайте их озвучим. Доступность вычислительных ресурсов высокой производительности, снижение цен на вычислительные ресурсы в виде компьютеров и их повсеместное применение, накопление достаточных объемов информации для обучения системы искусственного интеллекта. Развитие технологий искусственного интеллекта позволило решить большое количество прикладных и рутинных задач. К ним можно отнести быстрое распознавание образов и дальнейшая их обработка, выдача рекомендаций на основе анализа, сокращение трудоемкости ручных операций и моментальное выявление рисков. Также к этим факторам можно отнести цифровую трансформацию различных компаний, которые требуют развития методов и системы искусственного интеллекта. Теперь давайте поговорим о направлениях развития искусственного интеллекта. И все, что здесь будет перечислено, не является истиной в последней инстанции. Я лишь перечислю некоторые основные направления, которые часто употребляются в той или иной области, где применяется искусственный интеллект. Но можно сказать, что искусственный интеллект сейчас проникает во все отрасли человеческой деятельности. Первое это машинное обучение. Одно из направлений искусственного интеллекта, благодаря которому воплощается ключевое свойство этих систем – самообучение на основе получаемых данных. Чем больше объем информации и ее разнообразие, тем проще искусственному интеллекту найти закономерности и тем точнее будут выдаваемые результаты. То есть данное направление сейчас, можно сказать, самостоятельно развивается в отдельную отрасль, которая связана именно с методами обучения систем, которые мы относим к искусственному интеллекту. Искусственные нейронные сети – это также одно из главных направлений. Его также можно отнести к машинному обучению. То есть это особая математическая модель, ее программная реализация, которая в упрощенном виде воссоздает принципы строения работы биологической нейронной сети. Нечеткая логика, которой мы тоже относим к одному из направлений, которые активно применяются в качестве методов искусственного интеллекта. Это специальный раздел математики, являющийся обобщением классической логики и теории множеств, базирующийся на понятие нечеткого множества с функцией принадлежности, которая принимает любые значения в интервале от нуля до единицы. Об этом мы поговорим подробно. У нас будет соответствующая лекция. Также к направлениям искусственного интеллекта относится обработка естественного языка. То есть это направление связано со способностью программного решения или компьютера распознавать, понимать и воспроизводить привычный язык человека. Ну и еще одно из таких крупных направлений это распознавание образов. Раздел информатики и смежных дисциплин, развивающий основы и методы классификации и идентификации предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций и тому подобное, которые характеризуются конечным набором некоторых свойств и признаков. Я еще раз повторяю, что данные направления не являются объектами, которые полностью исчерпывают все методы искусственного интеллекта. В процессе нашего курса мы поговорим об этом, об этих или других направлениях более подробно. Теперь давайте поговорим о применении искусственного интеллекта. Спрос на передовые технологии растет в каждой отрасли и каждый день, можно сказать. В здравоохранении нам нужны умные личные помощники, которые вовремя напомнят о приеме лекарств, проследят за физической активностью человека, в перспективе помогут выбрать тактику лечения, такие системы, кстати говоря, уже существуют, в торговле, в банковской сфере, в страховой деятельности, в финансовых операциях, везде применяется искусственный интеллект. Во многих прикладных задачах программы искусственного интеллекта нашли свое применение, но все они базируются на нескольких ключевых свойствах. Давайте их перечислим. Все-таки искусственный интеллект – это программное решение, которое используется для автоматизации так называемых ручных задач человека, часто выполняемых в большом объеме. Второе. Программы искусственного интеллекта чаще всего работают вкупе с другими прикладными приложениями для того, чтобы повысить их эффективность. Прогрессивные алгоритмы обучения и постоянная адаптация. То есть, другими словами, искусственный интеллект находит закономерности в больших объемах данных, поэтому он способен давать рекомендации и прогнозировать некоторые показатели. Следующее. Объем данных, который может анализировать и использовать в работе искусственный интеллект, очень огромен. Ну и одно из следующих свойств – высокая точность решений задач, при этом точность возрастает с увеличением объема данных, доступных для анализа и обучения. Если продолжить разговор о применении искусственного интеллекта, то есть на сегодняшний день, наверное, не осталось ни одной отрасли, где не применялись бы в той или иной степени методы искусственного интеллекта. То есть, это и финансы, как мы сказали, это и тяжелая промышленность, это и медицина, это и транспорт, это и телекоммуникации, ну и даже музыка и искусство. То есть, другими словами, методы искусственного интеллекта и их применение на сегодняшний день очень обширны и проникают практически в каждую отрасль человеческой деятельности. В рамках данного курса мы поговорим о таких методах, как искусственные нейронные сети, мы сделаем упор на них и поговорим об основах нечеткой логики, то есть о тех методах и алгоритмах, которые применяются для построения нечетких систем. Все эти направления очень важны с точки зрения автоматизации, находят применение для построения так называемых интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления и регулирования процессов в различных отраслях, поэтому мы поговорим об этих методах и системах на их основе более подробно. На сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что данное видео было полезным. Ставьте лайки, комментарии. Всем успехов! Субтитры создавал DimaTorzok